приветствую друзья продолжаем изучение шаблонов проектирования в этом видео мы рассмотрим шаблон проектирования простая фабрика simple factory начнем с определения рефакторинг гуру паттерн простая фабрика это класс которым есть один метод с большим условным оператором выбирающим создаваемый продукт этот метод вызывается с неким параметром по которому определяется какой из продуктов нужно создать у простой фабрики обычно нет подклассов обычно простую фабрику путают с понятием фабрики или с любым из фабричных паттернов дальше блок компании mail.ru два определения они практически для каждого шаблона проектирования по два определения дают простая фабрика просто генерирует экземпляр для клиента без предоставления какой-либо логики экземпляра практически то же самое но очень сжатое очень абстрактно поведано дальше в объектно-ориентированном программировании фабрика называется объект создающий другие объекты формально фабрика это функция или метод возвращающая объекты разных прототипов или классов из вызова какого-то метода который считается новым тоже немножко запутанно давай теперь посмотрим посмотрим код посмотрим код так здесь у меня открыто осталось с предыдущего видоса шаблона проектирования так нас интересует simple factory простая фабрика создаем фабрику messenger simple factory на и вызываем у нее один метод build я назвал его build передаем туда тип объекта который мы хотим получить и его получаем на строке 105 мы получаем тип объекта email то есть то есть как здесь видно из имени да это мы мессенджер хотим получить мы получаем мессенджер которая работает с имелом отправляет сообщение на email и второй строкой 107 106 мы получаем объект объект класса который тоже является мессенджером и отправляет сообщение на sms то же самое что и статическая фабрика за тем исключением то что она не статическая мы создаем этот объект и обращаемся к его методу переходим build я немного здесь изменил по по сравнению с статической фабрикой чтобы показать разные варианты чтобы там может получиться так что ты поймешь одним способом я пытался объяснить но ты понял по-другому а когда я показывают практически то же самое те же яйца вид сбоку да тебе может быть как-то по-другому на ты лучше может быть что-то усвоишь так метод build отправляем туда типа объекта и с помощью switch мы пытаемся определить что нам нужно создаем этот объект наделяем его какими-то базовыми свойствами и возвращаем если это email мы создаем email messenger мы делаем ему сендера по умолчанию и сообщение по умолчанию если нас просят sms messenger соответственно мы создаем sms messenger мы создаем некого сендера мы наделяем по умолчанию некое сообщение и все внизу его там возвращаем если же пришел пришел какой-то запрашиваемый тип которого у нас нет то соответственно выдаем ошибку здесь же также как и в статической фабрике я изначально говорил то что что данная фабрика у нас будет возвращать некий объект который имплементирует messenger interface но это необязательный параметр почему не обязательно потому что в определении нигде такого не было написано ну вот здесь вот мне так захотелось да то же самое совсем не обязательно то что будет группа объектов выдаваться вполне возможно что у тебя есть какой-то класс он может быть сложно создаваемый и чтобы каждый раз в коде его так вот сложно не порождать не наделять свойствами создаешь некую обертку там он создается и очень просто вызывается и если все-таки потребуется его подмена этого класса то или или не просто подмена переключение она тоже сделается достаточно просто достаточно просто без какого-либо сильного рефакторинга так ну и собственно это вся суть нашего нашего определения простой фабрики но это еще не все давай давай посмотрим на результаты посмотрим вот у нас мессенджер мессенджер здесь у нас 1 до 1 запрошенный пошел на строке 105 мэйл мессенджер и мэйл мессенджер вот мы получили сэндр это и мэйл у нас рецепент неизвестен мессенджер дефайл email мессендж на следующей строке мы получаем sms мессенджер ну собственно здесь те настройки да все правильно у нас отработало давай почитаем что об этом говорят и другие источники ник solution простая фабрика simple factory позволяет создавать объекты без логики их создания в клиенте сам по себе не является шаблоном подход при котором логика создания выносится в отдельный класс на здесь они уже подразумевают то что simple fabric factory простая фабрика это у нас несколько шаблон проектирования сколько подход до по аналогии как и интерфейс до его относят к фундаментальным шаблоном паттернам проектирования но по сути это некий такой подход да и это не тот печь пишет интерфейс который мы знаем это больше просто как обертка да и обертку реализуют очень многие шаблоны проектирования следует этому вот этому способу то же самое и они говорят хотя рефакторинг гуру он сразу сказал смотрите у простой фабрики обычно нет подклассов обычно простую фабрику путают с общим понятием фабрики возможно вот рефакторинг гуру как раз и про это говорил то что ник solution перепутал вот есть понятие фабрики а есть простая фабрика так давай перейдем посмотрим вдруг у них там когда ты смотришь там что-то другое simple factory small factory позволяет да то же самое то же самое так что об этом говорит design patterns вот это уже интересно простая фабрика отличается от статической фабрики тем что собственно не является статической таким образом вы можете иметь множество фабрик с разными параметрами простая фабрика всегда должна быть предпочтительной статической фабрики а вот тут уже кроется бред ну либо я как-то неправильно понял если мы давай откроем вот это чик чтобы я оперировал их именно до определениями с их сайта они своими да потому что когда ты будешь читать может быть они там что-то перепишут а то есть они ссылаются простую фабрику они делают отсылку к статической фабрики она короче как статическая но только не статическая нужно ее создавать и метод он не статический а так то же самое будет там у тебя build или factory будет передаваться параметры зависимости от этого ты будешь выдавать объект но давай вспомним что они подразумевали под статической под статической они подразумевали то что это вариация абстрактной фабрики затем исключение то что она просто статическая то есть получается по их логике простая фабрика равно равно тождественно равно абстрактная фабрика на потому что простая фабрика по их мнению а просто простая фабрика по их мнению это такая же как статическая только не статическая простая а не статическая простая это абстрактная фабрика бред полнейший бред полнейший а если еще перейти на github то мы увидим что там дохерищи у них звезд 17000 звезд почти 4000 вилок и почти 1346 watcher of на watcher of никому вот это вот интересная проблема с фабриками которые наблюдаются у них на сайте никому в голову не пришло 9 контрибьюторов насколько я помню или даже больше где а это там у фабрики там какой-то было 9 контрибьюторов здесь 3 вот это конкретный вот так вот поэтому я и критиковал вот этот сайт потому что там вот по поводу фабрика написали бред полнейший но по сути по сути на вот ну на это вот это мозг вынеси да то есть это сам изучаешь фабрики наткнешься вот именно на этот сайт подумаешь вау конкретный сайт посвященным шаблонам проектирования все больше мне искать ничего не надо я буду там вот читать и все они вот и вот этими фабриками они твой мозг к нгс к сделают и все нехорошо это с другой стороны доходит что это что там с другой стороны ну в общем простая фабрика это вот то что я тебе показал а скорее всего это она и есть просто такой вот способ абстракции абстрагирования от создания объекта все спасибо за просмотр если понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал если хочешь поддержать канал внизу ссылочки есть всего тебя хорошего пока